Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина и главы самарских районов теперь будут общаться с жителями в соцсети ВКонтакте. Ранее они покинули Инстаграм после того, как руководство МЕТА одобрило призывы к насилию в отношении россиян. Число новорожденных в Самаре растет. Какие еще актуальные вопросы обсудили на совещании в мэрии при главе Самары? Нужно ли менять мастер-карты и визу на карту МИР? Можно ли сейчас оплачивать покупки с телефона? Об этом смотрите в нашем сюжете. Самое загадочное число в математике, которое по преданиям открыли вавилонские маги. Сегодня во всем мире празднуют день числа ПИ. Дали бой лидерам. Футболисты крыльев советов отобрали очки у питерского «Зенита». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров опубликовал пост ВКонтакте и призвал земляков приглашать в эту соцсеть друзей, родных и знакомых. Напомню, ранее глава региона покинул Инстаграм после того, как руководство МЕТА одобрило призывы к насилию в отношении россиян. Губернатор рассказал, что несмотря на напряженный рабочий график, будет находить возможности для встреч в этой соцсети, продолжит делиться новостями, отвечать на вопросы и находить решения по самым разным жизненным ситуациям. Глава региона добавил, что никакие обстоятельства не способны разобщить людей, если есть доверие, уважение, желание помогать и поддерживать друг друга. Пост ВКонтакте губернатор дополнил фотографии с георгиевской ленточкой, символом победы. Мэр Самары Елена Лапушкина и главы внутригородских районов также теперь будут размещать информацию ВКонтакте. Все вопросы можно адресовать им в эту соцсеть. Тенденция к увеличению. В прошлом году в Самаре на свет появились 11 105 новорожденных. Численность детского населения Самары выросла более чем на 5%. Для помощи многодетным семьям и поддержки отдельной категории граждан городской департамент опеки и попечительства продолжит реализацию пяти муниципальных программ. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии при главе города. Какие еще обсудили вопросы, расскажет Ольга Павлова. Исходя из переписи населения, которая прошла в 2021 году, на сегодняшний день городской округ Самары насчитывает 1 миллион 250 тысяч человек. 82% из этого числа взрослые и порядка 18% дети. В прошлом году в столице региона зарегистрировали 11 105 актов рождения, сообщили представители профильного ведомства на еженедельном совещании при главе города. Из них в 150 семьях родились двойные и 300 детей. И в одной семье трое на трое детей. Число третьих и последующих родов остается стабильным и имеет тенденцию к увеличению. Для решения задач по поддержке отдельной категории граждан и многодетных семей городской департамент опеки и попечительства продолжит реализацию значимых муниципальных программ, а также работу в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». На сегодняшний день департамент оказывает 69 мер социальной поддержки населению Самары. В их числе обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения и деятельность волонтерского штаба «Мы вместе», который продолжает свою работу в 2022 году. В 2021 году было предоставлено 221 выплата отдельным категориям граждан на улучшение своих жилищных условий. В 2022 году планируется предоставить 293 социальные выплаты на улучшение жилищных условий жителям городского округа Самары. Обсудили на совещании при главе города и оперативную обстановку за прошедшую неделю. Только за семь дней от отравления угарным газом пострадали восемь человек, в их числе трое детей – жители как частных, так и многоквартирных домов. К счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья. Чаще всего главной причиной отравления становится отсутствие вентиляционной тяги и плотно закрытые пластиковые окна. Самарцам вновь напоминают – угарный газ очень токсичен, при этом не имеет ни цвета, ни запаха. Первые признаки интоксикации – головокружение и слабая головная боль в лобной доле. Часто появляются нарушения слуха и зрения. Человеку сложно сфокусировать взгляд на каком-либо предмете. Чтобы избежать трагедии при малейших признаках отравления, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. В Самарской области смягчили антиковидные ограничения. Такое решение приняли в понедельник, 14 марта, на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Регион вышел на привычные показатели заболеваемости ОРВИ, которые обычно бывают в период с февраля по март. Так, теперь самоизоляция для непривитых жителей губернии в возрасте 60 лет носит рекомендательный, а не обязательный характер. Кроме того, подросткам разрешили посещать торговые центры, цирки, театры и другие культурные учреждения. Также в Самарской области сняли ограничения по количеству посещающих культурные учреждения, спортобъекты, ЗАГСы, организации торговли и бани. Однако требования по масочному режиму и социальной дистанции в Самарской области сохраняются в полном объеме. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 1115 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 363 342. Такие данные в понедельник 14 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 3978 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 335 773 пациента. Более 370 тысяч жителей Самарской области прошли повторную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили в областном правительстве. Специалисты напоминают, что спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией защитит организм от тяжелого течения заболевания. Ревакцинироваться можно в любом из 200 работающих в регионе прививочных пунктов. Некоторые из них принимают желающих круглосуточно. Информацию о наличии препаратов в пунктах вакцинации можно уточнить на официальном сайте Министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19». Надевать медицинские маски в общественном транспорте для большинства самарсов стало нормой. За два года пандемии коронавируса люди привыкли носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. Однако до сих пор встречаются и те, кто не хочет подчиняться ставшим привычными правилам. Сколько таких горожан привлекли к административной ответственности за последнее время, расскажет Сергей Кизуркин. Маска давно стала привычным атрибутом для пассажиров общественного транспорта. Масочный режим в регионе действует с 1 мая 2020 года. Большинство пассажиров средства индивидуальной защиты носят, говорят, заботятся о своем здоровье и здоровье окружающих. Минимизация рисков распространения коронавирусной инфекции и сейчас одна из первостепенных задач. Если защитной маски у пассажиров нет, его высаживают из общественного транспорта. Если при этом он провоцирует конфликт, упорствует, считает, что ограничительных мер не существует в отношении него, составляют протокол об административном правонарушении. С начала года было выписано 649 протоколов, 51 на прошлой неделе. Затем документы направляют в суд, где назначают штрафы. До 30 тысяч рублей за первый раз, за рецидив 50 тысяч. За вторую неделю весны нарушителей масочного режима стало почти вдвое меньше. Усиленный режим проверок сохраняется. Совместные рейды городские власти проводят с полицией, народными дружинниками и контрольно-ревизионными службами транспортных предприятий. Граждане стали более сознательными. Призываем всех соблюдать масочный режим. Мы видим, что кривая заболеваемости снижается. Наверное, не так быстро, как нам бы этого хотелось. Тем не менее, ношение масок – одна из мер, которая предостерегает наших граждан от заболеваний. Работники автобусных парков, метро и ТТУ, в свою очередь, также делают все, что в их силах, чтобы защитить здоровье пассажиров и сотрудников. Персонал проходит вакцинацию. Кроме того, общественный транспорт перед выездом на маршрут тщательно моют как снаружи, так и внутри. Проводят санобработку. Последнюю процедуру повторяют как на конечных остановках, так и разворотных площадках. Весь транспорт отмывается и обрабатывается специальным составом. Это средство, которое одобрено Роспотребнадзором. Обрабатываются все поверхности, которые соприкасаются с пассажирами. Это поручни, сидения, двери и терминалы. Еще до старта городского месячника по благоустройству транспортники начали проводить субботники, в том числе тщательно очищать подвижной состав после зимы. Около 50% таких работ уже выполнено. Как только на улице потеплеет, работы по наведению чистоты будут усилены, заверил представитель автобусного предприятия, выполняющего перевозки по муниципальному заказу и по муниципальным маршрутам. Несмотря на то, что количество заболевших постепенно снижается в регионе и в областном центре, и отменены QR-коды в общественных местах, масочный режим по рекомендации Роспотребнадзора продолжает действовать в общественных местах, в том числе и в городском пассажирском транспорте. Поэтому ношение защитных средств обязательно и для взрослых, и для детей от начала и до конца поездки. А совместные рейды транспортников, полиции и городской власти по выявлению нарушителей закона продолжатся и впредь. Ежедневными рейдами как в утренние и вечерние часы пик, так и в межпиковое время охватывают маршрутную сеть во всех районах Самары и прежде всего крупные транспортные узлы, через которые следуют два и более вида транспорта. Обращаем внимание пассажиров на то, что при бесконтактной оплате проезда с применением смартфонов и других гаджетов с использованием сервисов Apple Pay, Google Pay и SberPay могут наблюдаться технологические сбои. Таким образом, рекомендуется иметь при себе обычные банковские транспортные социальные карты или наличные деньги. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Можно ли сейчас совершать покупки картами Visa и MasterCard? Есть ли возможность теперь расплачиваться телефоном вместо пластика? Стоит ли переводить деньги в наличность? Обо всем подробнее в нашем сюжете. Карты международных платежных систем, такие как MasterCard и Visa, на территории России продолжают работать. А вот за рубежом расплатиться ими уже не получится. Как и совершить покупки на заграничных сайтах. В остальных случаях для их пользователей ничего не изменилось. С их помощью можно совершать операции в банкоматах, ими можно расплачиваться в магазинах, а также на российских сайтах. Эти услуги доступны в полном объеме. На территории Российской Федерации эти карты продолжат работать в обычном режиме до истечения срока действия таких карт. Еще в 2014 году вся обработка по внутрироссийским операциям с использованием карт международных платежных систем осуществляется на территории Российской Федерации. Поэтому внутри страны все продолжит работать. Но теперь пластиковую карту нужно иметь при себе, поскольку Apple Pay и Google Pay, которые позволяли расплачиваться телефоном или часами, больше не будут доступны. Тем же, у кого имеются карты платежной системы МИР, можно установить специальные приложения, и тогда носить с собой пластик станет необязательным. Можно будет расплачиваться телефоном. Причем неважно, в каком именно банке открыта карта МИР. Также у нас на территории Российской Федерации без ограничений действует собственный Pay-сервис платежной системы МИР, МИР Pay, и его предоставляют более 70 банков своим клиентам. Забирать средства, хранящиеся на картах виза и мастер-карт, не нужно. Их сохранность и доступность для граждан полностью гарантированы, говорят, в центробанке. При этом срочно менять их на МИР также не стоит. Они будут работать до срока действия, который, возможно, еще и будет продлен. Но при желании можно перейти на карту МИР. Виктория Шарея, События. 14 марта во всем мире отмечают один из самых необычных праздников – Международный день числа Пи. Впервые этот день отметили в 1988 году в научно-популярном музее «Эксплораториум» в Сан-Франциско. А придумал этот неофициальный праздник физик Ларри Шоу. Он подметил, что в американской системе записи дат – сначала месяц, потом число – день 14 марта, третий месяц, 14 число – совпадает с первыми разрядами числа Пи. В магии цифр разбиралась Мария Левина. У меня были вот такие вот волосы, да, рваные джинсы, гитары и девчонки. Тогда появляются уже свои задачи, да, вот, которые вот, ну, там, вот, посмотрите, какая-то внутренняя мотивация, да. Это моя задача, я ее не могу решить. Как это так, я не могу решить? Да я смогу. И вот пошло, пошло. Царицу всех наук – математику Владимир Мосин полюбил еще в школе. Тогда он показывал лучшие результаты в классе. А потом участие в десятках олимпиад и математическая специальность в ВУЗе. В итоге последние десятилетия сам обучает студентов непростой, но интересной науке. Говорит, математика сродни музыке. Древние греки-то, они же математику, астрономию и музыку относили к одному виду деятельности. То есть, музыка и математика, да, они близки. Сегодняшняя дата, третий месяц, 14 число, совпадает с самым мистическим числом в математике – Пи, которое выражает отношение длины окружности к ее диаметру. Как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими магами и использовалось при строительстве знаменитой башни. Однако недостаточно точное исчисление полного значения Пи привело к краху всего проекта. Международный день этого числа совпадает с днем рождения одного из выдающихся физиков – Альберта Эйнштейна. Именно он разработал теорию относительности, согласно которой существуют параллельные миры. Мы привыкли думать, что живем в трехмерном измерении, где все можно измерить по высоте, длине и ширине. Но официальная академическая наука признает, что могут существовать и другие плоскости, которые скрыты от наших глаз. В современной науке есть такое понятие, как теория струн. Она базируется на том, что во Вселенной есть не одно, а несколько пространств. Они невидимы для людей, потому что существуют в сжатой форме. Таких пространств может быть от 6 до 26. Существование параллельных миров по теории относительности Эйнштейна можно объяснить даже на примере падения кружки. В этой ситуации может быть множество исходов. Кружка может упасть и не разбиться. Ее может поймать человек. Она может покрыться несколькими трещинами. У нее может отколоться ручка. А может быть она расколется в дребезге. Исходов этого события неограниченное количество, как ранее заявляли ученые. Тщательно проработали теорию о существовании параллельного мира в 50-х годах 20-го века. Этим занимался математик и физик Хью Эверетт. Он предположил, что атом, как основа всего, может занимать разную позицию, причем одновременно. А если элементарные частицы могут находиться в нескольких местах, возможно, даже в разных мирах одновременно, то теми же свойствами могут обладать и состоящие из них предметы. Известно, что есть вещи, которые не очевидны, но их существование можно рассчитать математически. К примеру, невидимые с Земли планеты. С одной стороны, вроде бы математика описывает наш мир. Но мы очень часто сталкиваемся с тем, что получаем какое-то решение, чисто с математической точки зрения, оно имеет место быть. А когда мы на деле, как физики, начинаем проверять, где бы это могло быть, оказывается, что не везде это на самом деле существует. То есть математика шире, чем физика, и она заходит действительно в области фантастики. Мистика и реальность во все времена идут рука об руку. Все, чем сегодня пользуется современный человек сотню лет назад, представлялось невозможным, то есть мистическим. И только тщательные расчеты ученых позволили создать то, что сегодня является частью обыденной жизни. К примеру, телевизоры, Wi-Fi и Bluetooth, интернет и мобильные телефоны. Мария Левина, Константин Головин, Николай Епифанов. События. История о великом человеке, который объединил и крестил Киевскую Русь. В Самаре состоялась премьера спектакля «Князь Владимир. Самарская страница». С участием артистов балета Ильзы Лиепа и Романа Андрейкина и воспитанников детского музыкального театра «Задумка». Именно в Самаре постановка получила новую жизнь. Насколько это важно для юных артистов, расскажет Светлану Кудрявцева. Драма, современная хореография, классическая музыка и академическая живопись на сцене Самарского театра оперы и балета – премьера спектакля «Князь Владимир. Самарская страница». В 2018 году постановка шла на сцене Большого театра в Москве. И тогда в ней задействовали коллективы из трех городов – Самары, Екатеринбурга и Керчи. Но в этом году спектакль обрел новую жизнь. Наряду с именитыми звездами балета, народной артисткой Ильзы Лиепа и лауреатом премии «Золотая маска» Романом Андрейкиным танцуют воспитанники Самарского детского музыкального театра «Задумка». Найти такой коллектив, который бы смог справиться со всем объемом спектакля, потому что вы видите, какой он сложный и актерский, и пластический, и эмоционально, надо было поискать. И мы сочли, что «Задумка» – это один из тех уникальных коллективов, который с этим может справиться. И мы очень рады, что спектакль собрался в одних руках, и он обрел свою новую жизнь, конечно, благодаря и президентскому гранту, благодаря и поддержке губернатора Дмитрия Чазарова. В прошлом году театр «Задумка» и Самарская региональная социально-патриотическая общественная организация «Губерния» стали обладателями гранта президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому удалось создать творческую коллаборацию, а юные воспитанники «Задумки» получили возможность пройти серьезную школу. И режиссер, и балетмейстер, и артисты на сцене Ильза Марисон-Ильепа, и Рома Андрейкин, они же выкладываются по полной программе, они работают профессионально. Естественно, наши дети стараются соответствовать. Работа с такими высокими профессионалами и для наших детей, и для наших хореографов, конечно, это очень важно. И, конечно, для нас это определенная ступенька, на которую мы поднимаемся. В спектакле задействовано около ста детей разного возраста, в основном подростки. Мурашки по коже, с самого начала спектакля и до конца все на одном дыхании, особенно на финале. Стоишь и прям чувствуешь всю эту мощь, эта музыка, эта хореография, все это нас очень сильно впечатляет. Мы очень рады, что именно нам такая честь доставлена танцевать этот спектакль. И очень этому рады, и стараемся делать его на отлично. В течение года коллектив покажет 12 спектаклей на сцене Театра оперы и балета бесплатно для 20 тысяч школьников. Увидеть постановку «Князь Владимир Самарская страница» смогут не только зрители в зале, но и жители всего региона. Запись спектакля будет доступна в социальных сетях администрации Самары. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Российские туристы могут путешествовать без пересадки в 15 стран мира, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее Росавиация сняла ограничения на полеты в 8 стран. Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран, введенные на фоне пандемии коронавируса. Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров, теперь россияне смогут отдохнуть в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре, Марокко, Иране, Казахстане, Киргизии, Армении, Белоруссии, Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, в Индии и на Шри-Ланке. Российским путешественникам доступны туристические пакеты и по другим направлениям, однако с пересадкой. В частности, туры можно приобрести в Абхазию, Грецию, Египет, Таиланд, Индонезию, Нас-Ишелы и Мальдивы. Самарская область вошла в топ-10 в России по популярности отдыха по программе туристического кэшбэка этой весной. Таковы данные одного из популярных сервисов бронирования. В санаториях 63-го региона путевка по кэшбэку обойдется примерно в 3260 рублей в сутки. В ее стоимость входят проживание, питание и лечение. Второй этап программы весеннего туристического кэшбэка стартует 15 марта для отдыха по России до конца июня. Условия программы не изменились. После оплаты с картой МИР гражданину возвращается 20% потраченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Для участия в программе отдых должен продолжаться не менее трех дней и двух ночей. В десятку популярных направлений для оздоровительного отдыха также вошли Ставропольский край, Краснодарский край, Башкортостан, Крым, Татарстан, Алтайский край. Москва, Ленинградская и Тюменская области. Футболисты Крыльев Советов отобрали очки у лидера чемпионата и вернули чемпионскую интригу в турнир. В случае победы и питерский «Зенит» становился бы на шаг ближе к очередному титулу победителя премьер-лиги. Но волжане на последних минутах матча не дали победить фавориту. Подробности игры в нашей спортивной рубрике. В матче 21-го тура Самарские крылья Советов принимали лидера чемпионата России – питерский «Зенит». Матч начался со спорного эпизода. На девятой минуте Юрий Алберто упал в штрафной Самарцев после контакта с Солдатенковым. Главный арбитр пенальти не назначил. Игра продолжилась. Теперь питерский клуб подаст жалобу в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой оценить этот момент. После этого команды обменялись возможностями забить гол, но счет на табло так и не изменился. Первый тайм мы играли слишком медленно. Крылья в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны. И тогда, как мы ошибались, ошибок было достаточно. Постались проводить быстрые атаки. Что касается второго тайма, в втором тайме наша игра мне больше понравилась. Во втором тайме «Зенит» на правах фаворита матча усилил давление на ворота хозяев. Но пробить Ивана Ломаева у питерцев никак не получалось. Не достигали цели ни дальние удары, ни навес из флангов. Казалось, что матч так и закончится без голевой ничьей. Но на 87-й минуте Данил Круговой все же пробил голкипера Самарцев, реализовав мощный удар из-за штрафной. Ну, проверить свои силами с такой командой, как «Зенит» – это всегда интересно. Вот, мы готовились, хотели сыграть как можно лучше. И, наверное, так вот, отрезками мы выглядели достаточно хорошо. Заставил нас соперник много обороняться. Мы не планировали столько времени проводить в обороне. Вот, особенно это сказалось в концовках каждого из тайма. Волжане не сдались и бросили все силы на то, чтобы сравнять счет. Уже в дополнительное время самарцы убежали в быструю атаку. На месте нападающего оказался центральный защитник Матео Барыч. Его в штрафной идеальной передаче нашел Сергей Пеняев. И хорват головой переправил мяч в сетку. Барыч имеет такие габариты. Естественно, на последних минутах при счете 0-1 нас не устраивает. И мы пошли отыгрываться. Соответственно, Барыч пошел центрального нападающего. И так получилось, что я его увидел и смог подать. И он решил в свой момент очень хладнокровно. В оставшееся время у «Зенита» был удален «Вэндал» за вторую желтую карточку. Но воспользоваться численным перевесом «Крылья» уже не успели. Как и «Гости» забить еще один гол. Итоговый счет. Ничья 1-1. «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице. У команды одна игра в запасе. Следующий матч самарцы проведут против Сочи на выезде 20 марта. Сочи на выезде 20 марта.